Добрый вечер Сейчас немножко со звуком поправлю еще Добрый вечер Вот, все в порядке, все на лайф, все работает у нас более чем Расскажите, пожалуйста, об этом концерте, который состоится, я так понимаю, совсем скоро Даже, по-моему, это пара дней Да, у нас так сложилось, что у нас будет два концерта с разными программами И первая программа, которую мы назвали «Золотые шлягеры любви», она состоит из, можно сказать, двух частей Это итальянская песня, та, которую в том числе любила и наша публика Песня второй половины XX века «Воляре», «Тово фаль американо», чуть позже «Посвящение карузы» Вот такие песни, которые все знают «24 тысячи поцелуев» Вот известные шлягерные названия И несколько песен, которые, на мой взгляд, являются все-таки в этой программе украшением Это песни, которые написаны специально для уже нашего проекта Современными итальянскими авторами, композитором Элли Аневи и поэтом Фабио Аманти Второе отделение этого концерта – это уже горячо любимые нами советские песни Разных периодов 60-х, 70-х, 80-х годов Те песни, на которых воспитано наше поколение Мартынов, Френкель, Пахмутова Вот эти замечательные композиторы И, что самое главное, на мой взгляд, еще и песни написаны на совершенно потрясающие стихи Вознесенского, Евтушенко, Рождественского Вот это то, что нам дорого, мы на этом воспитывались И мне кажется, что ребята, которые, вся жизнь которых в этом проекте, она основана на их желании выступать и петь то, что они не могут делать в своем оперном театре, в том или ином Вот, на мой взгляд, они от этой программы получают очень большое удовольствие А скажите, пожалуйста, вот я вас перебью, почему в России так любят итальянские песни? Всегда, обязательно, если это какое-нибудь искусство, оперное, близкое к классическому искусству Обязательно в программу включаю Почему? Ну, понятно, что они сами по себе прекрасны А почему в России так любят? Ну, в России, ну, во-первых, вспомним, что Энрико Карузо пел в России И именно в России состоялась премьера оперы Верди «Сила судьбы» То есть нам прививали, получается Да, безусловно, прививали И все-таки почему-то мы очень хотели всему миру доказывать, что русские певцы, которые поют тенором, они могут составлять конкуренцию певцам итальянским Сейчас это особенно, кстати говоря Вы сейчас Шаляпина вспоминаете? Слышно, нет, ну, я сейчас не Шаляпина, я вспоминаю все-таки Собинова Я вспоминаю тех, кто, наверное, бы никогда не смог петь в европейских театрах, потому что это была особая манера Это Лемешев-Козловский Вспоминаю тех, кто все-таки эту историю пробил, как говорится, эту стенку Это Владимир Атлантов, который вышел на большую сцену, на европейскую Это мой самый любимый тенор Зурапа Ван Ченджапаридзе, которого я просто считаю, в общем-то, непревзойденным мастером И многие артисты, которые, к сожалению, может быть, не смогли, жили не в тот период, когда можно было показать свое искусство там Поэтому они все пели не только, естественно, нашу музыку, русскую, русские, украинские песни Но они, или арии из русских опер, они все-таки пели итальянскую песню Песню, потому что песню все-таки можно было петь на двух языках Очень часто бывало, что в России была сильна традиция, когда один куплет итальянской песни пели на итальянском языке, а второй куплет пели на русском В этом варианте существуют замечательные исполнения песни «Скажите девушке», «Вернись соренто» и «Песни Санта-Лючия», очень многих А оперы «Верди», «Пучини» в российских театрах второй половины, вернее, начала второй половины XX века в основном шли на русском языке И только где-то в конце 80-х годов мы начали приходить к традиции исполнения опер на языке оригинала Вот я думаю, что песню все хотели петь по-итальянски, конечно, поэтому тут вот такое желание наших певцов, оно совпало, наверное, с потребностью где-то и публики Тем более у нас были замечательные примеры Наш зритель, я все время просит обходить это слово, но я считаю, что наш советский зритель Нормальное слово? Да, 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 наш советский зритель был воспитан на Марио Ланца Он был воспитан потом Муслимом Магомедовичем Магомаевым, который перепел весь репертуар Марио Ланца, только будучи баритоном и в своих тональностях, естественно Был Робертино Лоретти Тита Гоби Да, и был Тита Гоби, был Бениамино Джилли, которого и зачитывались его книгой, и слушали огромное количество записей Были гастроли театра Ласкала, и поэтому все-таки это было очень близко всем нам Потом пришла мода на фестиваль Сан Рэмо Это уже песня Это попса Но это достаточно качественная, милая попса Более того, очень часто попса, спетая приличными голосами И многие, вот уже певцы нашего поколения, не слыша эту музыку в каком-либо исполнении сейчас на нашей эстраде Потому что, простите, спеть это мало кто сможет А вот так, да? Именно оперные, а оперные песцы, мне кажется, таким песням могут давать вторую жизнь Совершенно согласно такую краску определенную Ну и потом Лючано Повороте, который на исходе жизни записал свой последний альбом В который вошло несколько изумительных композиций, в том числе и песня Каруза И там были песни современного композитора, знаменитого романа Мусумара Потрясающие совершенно по своей мелодике И по аранжировкам Это чудесные песни И вот это все Оно позволило многим нашим артистам обратить внимание на этот репертуар Потом в России стал очень популярен вот этот певец, который болтается между тенором и баритоном Но обладает хорошим, красивым тембром Но, конечно, не является никаким оперным певцом Александра Софина, который ездит по всем городам В Жевске был, наверное, в Зеленодольске был Ну, в общем, везде он был Во всех больших и малых городах России А говорят, что сложно переключаться с классического искусства на эстраду Но это правда или нет? Вот ваше мнение Сложно Только скажите правду Потому что все Так хочется Все переключаются Всем тяжело, но все делают то, что тяжело Так хочется Просто Это портит голос или нет? Кому-то портит А бывает, что нет? Александру Степановичу ворошилу в свое время испортило А другим певцам, может быть, наоборот, помогает обрести ту раскованность Которая необходима им Они очень часто бывают зажаты в некие режиссерские рамки И в свои собственные вот эти комплексы Которые они вынесли из высшего учебного заведения Где им говорили Пой школьно, пой правильно И так далее И человек начинал зажиматься И думал в течение произведения Только о том, правильно ли он сформировал эту гласную И так далее, и так далее Это вообще, на самом деле, ужасно Тут совсем недавно я прочитал Очень интересную такую заметочку О вреде итальянской школы Пения дна русского человека Что все это неестественно Что основой пения русского человека является народная песня И только там он чувствует себя нормально А все вот эти прикрытые ноты и прочие всякие издержки итальянской школы Это все, как говорится, от лукавого Это все ужасно Мне всегда в этом случае хочется спросить А где они взяли эту народную песню? Потому что сама народная песня Она у нас такая псевдо-немножко народная У нас самой этой народной песни, в общем, и нет Потому что она у нас после 1917 года Исчезла в неизвестном направлении И мы, как говорится, корни чувствуем ее Но по-настоящему у нас эти самые песни особенно не сохранили Ну вот это уже другой вопрос А те ребята, которые поют в нашем теноровом проекте Они по каким-то причинам Объективным, субъективным Они не претендуют на то, чтобы сделать Вот такую мировую оперную карьеру Которую сделали некоторые наши соотечественники И вот те два десятка больших певцов Которых мы знаем и дисками которых уставлены все стеллажи в магазинах Вот, они на это не претендуют Они периодически выезжают на постановки в те или иные театры Они поют по 20-30 спектаклей в году в своих театрах Но оперная их жизнь, она протекает достаточно обыденно и размеренно Они занимают достойное место Но это не звезды первой величины Поэтому у них должен быть еще какой-то выхлоп их энергии Слушайте, но они же в любой момент могут этими звездами стать Это ведь штука такая Нет, а вот теперь я вам отвечу А вот как вот сознательно творческий человек Занимающийся искусством И вдруг говорит, нет, даже если меня прям толкать будут в эту звездную жизнь Я не пойду, так не бывает Потому что это же невольно сложно Толкать можно кого угодно И можно даже не обладая голосом писать, что ты все-таки тенор Я скажу, даже больше будет эффект Скорее всего Но я тут в данной ситуации, знаете, как это принято говорить Включу там директора и продюсера Прекрасно Потому что, на мой взгляд, в нашем проекте собраны те люди У которых есть как комплекс определенных достоинств Так и некий целый комплекс больших недостатков Которые никогда не позволят тому или иному стать звездой первой величины на оперной сцене У одного это связано с внешними данными У другого это связано с вокальной школой У третьего это связано с способностями языковыми У четвертого к чувству стиля и так далее У каждого из них есть свои собственные недостатки Как вы откровенно про это говорите? Вас не побьют потом? Меня не побьют, потому что я сам обладаю в комплексе вообще всеми этими недостатками Но я и пою меньше всех в проекте Я вообще пианист И пою я только потому, что у меня хорошая наследственность И мой папа был очень заметным тенором на советской оперной сцене Более того, даже был признан лучшим Пьером Безухом в истории оперы Ставил, кстати, тот спектакль Горячо любимый мной Эмилия Евгеньевича Пасынков Это было в Перми Я обожал этого режиссера И все, что он сделал для пермской оперы Это бесценно абсолютно И, видимо, от папы у вас такой немножко критический ум Ну, папа мне вообще сказал, что он был дикий режимщик Он, вернее, как был он и есть Он до сих пор поет И более того, вот недавно отпраздновал свое 80-летие Он иногда с нами выходит в качестве гостя Поет свою стрету Монрико в Дома Жоре И потом уходит и говорит Вы теперь здесь сами разбирайтесь Кто из вас тут будет дальше что-то петь Вот И он мне сказал, что, говорит, ну, ты понимаешь Говорит, у тебя тоже Вот ты вот это не можешь Ты вот это не можешь Ты вот это не будешь делать Потом ты слишком разбросанный человек Чтобы заниматься только узко одним делом Это он намекал на административные способности Ну, а оперная карьера Это вот половину себя в жизни всего лиши И действуй вот таким образом Ну, наверное А папа-то знает Наверное, он прав О чем говорит Ну, знаете, мы столько всего Видели того, что с ним происходило И когда он приезжал, пел спектакль в Большом театре И когда прилетал из Перми прямо за час до спектакля А у него в партнерах в Пиковой даме выходил весь, как мы называли, иконостас Большого театра Когда выходил Юрий Антонович Музырок, Елена Васильевна Образцова Выходила Людмила Шемчук, которая тогда пела Полину Я их всех помню Милашкина выходила петь Лизу Это было испытание Потому что, в общем, все равно Он, да, он народный артист, лауреат государственной премии Но он работал в провинциальном Пермском театре Часто наведаясь в Москву И спел, в общем, в Большом театре больше 50 спектаклей, в конце концов Вот Но он очень грамотно разложил какие-то вещи по полочкам Сейчас он помогает многим нашим ребятам исправлять свои какие-то вокальные недостатки Дает какие-то советы Кто-то прислушивается, кто-то не прислушивается Но он из того поколения, которое вот так, к сожалению, по определенным причинам не выехало Не выскочило на западную сцену и не смогло сделать карьеру Нашим немножко попроще Но, я опять же говорю, у них есть какие-то вещи, через которые они перешагнуть никогда не смогут Но зато, в отличие от тех, кто отдает себя только опере На мой взгляд, они могут делать абсолютно все И поэтому у нас, допустим, 2000 песен в репертуаре И, я говорю, второй концерт Это песни из детских мультфильмов и кинофильмов для детей Которые мы тоже будем петь вот в такой взрослой компании Вот концерт для семейного просмотра Это будет в Дакогорьково? Это будет в Дакогорьково уже 16 мая А начало концертов во сколько? 19 часов Оба концерта, и первый, и второй Два дня подряд идут в 19.00 до Дакогорьково Приходите, пожалуйста Мне очень импонирует то, как вы рассказываете Потому что теперь я могу от себя добавить, что это прекрасный проект Ваш проект, он удивительный Там собраны потрясающе талантливые люди Вы очень здорово это делаете Это просто на высоком уровне, действительно И когда вы рассказываете вот эти все вещи Я понимаю, насколько вы серьезно К этому относитесь Лично вы И насколько высокая планка у всех тех, кто это делает Потому что, а иначе вообще-то и смысла нет этим заниматься Поэтому спасибо за такое отношение Я думаю, что все слушатели оценили тоже И ваш юмор, и точку зрения То есть все перевели, как говорится, на правильный, нужный язык И поняли, о чем идет речь Давайте вот что сделаем В исполнении У меня тут заряжена уже просто вещь Которую мне прислали Вечную любовь Мы поставим известнейшую В исполнении как раз теноров Правильно? Да Сейчас ставим Возвращаемся в студию Продолжаем беседу Есть еще время у нас Вечная любовь Верны мы были ей Но время зло для памяти моей Чем больше дней Глубже рано в ней Все слова любви В измученных сердцах Слились в одно преданье без конца Как поцелуй И все тянется добро Уйти его Прощаясь навсегда Но ведь его Надеюсь, жду, когда Увижу вновь Эту мою Любовь И дам я клятву Вечная любовь И сильной быть должна Где путь один Сквозь отведет она Минуя мрак И туман И туман Туман Огонь Вечная любовь Верны мы были ей Но время зло для памяти моей Чем больше дней Чем больше дней Уже рано в ней Не слова любви Безумный крик сердец Слова тревог И слезы наконец Приют для всех Уже прожит и худе Золь Золь И в сумраке ночном Умрет Уйдет Но живет Потом И все вернет Блаженный летний зной Извечный летний зной Вечная любовь Живут, чтобы любить До слепоты и до последних дней Одна мечты Жить, любя Одну, одну тебя Навсегда Навсегда Живая наша радиостанция Радио Имэджин И Дмитрий Сибирцев здесь у нас в студии Мы говорим о том, что тенора 21 века Привозят аж две программы Ну, а надо заметить, что это, конечно Такой очень серьезный коллектив И где они только не были В США, в Канаде, в Китае, в Южной Корее Были, в Австрии, в Германии, в Греции В Италии, в Израиле На Кипре, в Ливане, Нидерландах Македонии, Черногории Слушайте, это я так сейчас Польша, Россия, Литве, Белоруссия, Азербайджан Таджикистан, Латвия, Казахстан И других странах Вот художественный руководитель Как раз перед нами И продолжаем беседу Обо всем, что у вас происходит Над чем работаете сейчас? Ну, мы сейчас заканчиваем работу Над программой для израильских гастролей Ну, это видоизмененный вариант Программы «Золотые шлягеры любви» Который мы уже давали год назад У нас будет большой гастрольный тур Вот, и очень важно Удивительная история произошла Вот именно с израильской публикой Мы, наверное, один из немногих Российских коллективов Который воспринимается в Израиле Не как российский коллектив А как просто коллектив Исполняющий музыку А так возможно, разве? Ну, судя по тому, что 80-85% Приходящих на наши концерты в Израиле Это не русскоязычная публика Это аборигены Вот, это говорит о том Что вот сам продюсер этих концертов В прошлом году удивился Он говорит, вот такая ситуация Мне не нужна ваша песня на русском языке Мне нужен вот такой классический С классической подачей Такой легкий проект И вы его даете И мы его действительно показали Исполнив программу В которую вошли все наши зарубежные шлягеры В этом году, естественно, мы половину программы обновляем Готовим некий подарок израильской публике В прошлом году мы уже спели Золотой Иерусалим на иврите В этом году мы поем уже песню Которая, наверное, будет специально написана Для этих гастролей И, конечно, у нас самая главная подготовка Это наше десятилетие в этом году Которые мы стараемся отмечать В тех городах, которых нас знают, любят Но и захватывая те точки, где мы еще не были Вот вы сказали специально написанные вещи Как появляется новый репертуар? Именно новые песни? Ну вот, слава богу, что нас судьба свела С композитором Элия Неви И с его товарищем по творчеству Поэтом Фабио Аманти Который совершенно случайно На концерте в Триесте в Италии Где мы выступали с оркестром в Театре Верди Услышали нас Услышали, кстати, песню Романа Масумара Нотте И сказали, что Ну, чего же вы все перепеваете-то Какие-то чужие песни Да, замечательно Там Перте, Нотте, Луна, Каруза Это все здорово Это вас всегда будет кормить Вот мы вам хотим написать альбом Прислали первые три песни Честно скажу, что первая песня Она нас произвела впечатление Очень приятное Но композиторы Эти, они не пишут аранжировки Они могут написать оркестровку Когда это придет нам в оркестрованном виде Тогда это будет звучать совершенно иначе Они нам прислали только клавир и мелодию Наши аранжировщики переложили это Под тот ритм Под тот вариант Который они считали лучше Мы считаем, что это надо делать Немножко по-другому Вот, поэтому мы ждем Того момента, когда эти песни Будут серьезно оркестрованы Или же Будут переложены для состава Может быть того, с которым мы сейчас работаем А состав у нас такой Два рояля Бас и ударные С возможным вкраплением Некоторых отдельных инструментов В каждой песне Вот, может быть для этого состава Но чтобы это было обязательно живое звучание Чтобы не было в нем Я не люблю электронный звук Звуки инструментов Я не люблю минусовку Еще меньше я люблю выступление под плюс Поэтому это говорит о том Почему нашего проекта очень мало на телевидении Потому что телевидение подразумевает собой сейчас Только выступление под плюс Мы этого делать не любим И более того, не умеем Совсем недавно Поэтому вы находитесь на руко-контрольной радиостанции Мне пришлось совсем недавно Спеть одну, кстати, песню Вот Илья Неви Вот И я заметил, что я Так Ну не было возможности петь это живьем Давайте попробуем под плюс Но я попробовал Не понравилось У меня получается плохо Потому что я Не могу Я, во-первых, пою абсолютно живьем Накладывая это А потом я не слышу, что звучит В общем, это история особая Мы всего за всю историю проекта Выступления наши под фонограмму Их насчитывается порядка 15 штук, не больше И всегда это мучение Потому что в общей песне Один солист забыл, что именно в этот момент Он должен якобы петь и поднимать микрофон Его нет, а его камера показывается Пусть на микрофон То есть у нас это так У нас это кроме гомерического хохота У самих И, в общем-то, вот таких красных лиц от стыда Потому что мы этого просто делать не умеем Поэтому мы поем живьем Тяжело людям, которые умеют хорошо что-либо делать Потому что многие, конечно, артисты, музыканты Когда они услышат эту нашу беседу Скажут О, мы-то с легкостью, пожалуйста Собственно, мы только так и можем По-другому не можем никак Поэтому, опять-таки, респект и уважение Весь мир у нас в руках Поставлю я, можно что-то сказать об этой вещи Ой, это старая наша запись Которую мы просто баловались в студии У нас осталось студийное время И мы сделали эту запись Потому что была готова Вот минусовка звукорежиссера Сказала, у меня вот есть вот такая песня Споете, говорит, споем И мы ее напели Но, может быть, именно из-за того, что мы ее когда-то спели Вот и возникла идея создать целую программу Которая называется Нормальные герои в скобках Детская Для детей и взрослых Для семейного просмотра Которую мы вот 16-го числа покажем Здесь, в ДК Горького Весь мир у нас в руках В восьмой год Просто поражаюсь даже Весь мир у нас в руках Мы звезды континента Разбили пух и прах Проклялись конкурента Мы к вам заехали на час Привет А ну скорее убейте нас Вам крупно повезло Ну-ка все вместе Уши развеще Лучше по-хорошему Лопайте благо ты И дни И евро В остальной д fam Все от счастья плают Не знаем на берем Не может быть Иначе Мы к вам заехали на час Привет Бончую А ну скорее любите нас Нам крупно повезло Ну-ка все вместе Усы разве степ Лучше по-хорошему Глобой теплодоты Покинься почет Повсюду обеспечен И золото печет Рекою нам навстречу Мы к вам заехали на час Привет, конжурген А вы скорее любите нас Нам крупно повезло Ну-ка все вместе Усы разве степ Лучше по-хорошему Глобой теплодоты Стенара 21 века И Дмитрий Сибирцев здесь у меня В студии художественный руководитель И также директор новой оперы Об этом почти не поговорили Ну ничего, ничего Еще чуть-чуть есть времени буквально Чуточку захватим Со своим проектом мы с тенарами Вы вернулись только что Как раз с Сахалина Да, с острова У нас был на Сахалине концерт И мы получили огромное Опять удовольствие Потому что мы уже третий раз Там выступаем Где мы там только не выступали И на открытой площадке На площади И вот в этом году Мы поздравляли всех И с Днем Защитника Отечества И с Днем Победы Пели военный репертуар Вот тоже, кстати говоря На мой взгляд Самая лучшая наша программа Это песни военных лет Потому что, опять же Мы воспитаны на этих песнях И мне кажется, что Мы одни из немногих Кто эти песни поет так Как хочется слушать их ветеранам А не так, как им навязывают это По центральным каналам телевидения Я так люблю ставить Пластинки виниловые Того времени Ну сразу, которые после Естественно были записаны У меня есть подборочка Такая специальная Я, по-моему, первая даже на радио В России крутила Там давно, много лет назад Вот эти самые подборки Спустя время, естественно Не вообще первая Спустя время Я хочу сказать Что это не просто воспринималось А все прильнули Именно к нашей радиостанции Потому что это так здорово Дело в том, что То, что можете сделать вы Как вы можете спеть Вы можете спеть Действительно, да, как нравится Вы правильно, верно сказали Ветеранам И с каким-то уважением Очень большим Потому что у вас уже есть Уважение к вокалу К голосу К тому, как все это происходит Это уже есть просто В связи с вашим проектом И плюс ко всему Когда еще эти песни Так исполняются Душевно Потому что многие хотели бы Но не могут А вы можете Тут мы еще хранители Традиций Вот я тоже об этом Потому что Я говорю У нас Саша Захаров Имеет опыт работы В крознаменном ансамбле У меня вся семья Прошла через этот ансамбль Дед вообще был У истоков Стоял И тоже уникальный Был человек Баянист Который озвучивал все фильмы Пыривские фильмы Это мой дед играет на баяне Сказание о земле Сибирской Тракториста Это вот все Что Крючков Класс Это мой дедушка Вместе со своим Еще одним баянистом Был такой Ансамбль баянистов В крознаменном ансамбле Зуев Медведев Вот И Вот осталось Осталось память Вы потомственный человек И поэтому еще Наверное Вы так все это привносите И мы это все очень любим Потом Я вот пришел Молодой солист К нам Станислав Мостовой Вот уроженец Санкт-Петербурга Которого мы приняли После того Как он Перешел в Большой Театр работать Вот Он совсем молодой Человек Мы уже Немножко все Постарше Вот С каким Трепетом И с каким Отношением Он Вживается В каждую Песню Как он Бережно Относится К слову Как он Любит нашу историю Как он любит Военную песню Народную песню Как он Всегда С каким Уважением И любовью Говорит О Своем Родном Городе И так далее Вот Такие люди И его человеческие Качества Любых Вот Был бы Совсем Отвратительный Плохой человек Тоже у нас бы не работал Конечно Мне очень радостно Что среди этого поколения Тоже есть вот такие Певцы Артисты Я думаю Что у них Чудесное будущее О новой опере Расскажите Чуть-чуть Коротко Новая опера Замечательный Театр На мой взгляд Опять же Не директор Я сейчас А просто Трезво оценивающий Уровень Музыкант Считаю Что уровень Вокальной Труппы В нашем театре Он Сейчас в Москве Самый сильный Вот Что касается Уровня Постановок Мы В последнее время Стали обращать внимание И на этот аспект Очень серьезно Потому что Раньше это был Безоговорочно Только С музыкальной точки зрения Сильный театр Сейчас мы все-таки Стараемся идти Немножко вперед И вот Ответом на это Стали Вот На нас посыпались Даже И золотые маски В последние годы Мои поздравления Мы получили Ромео и Джульетту Сейчас два наших Дирижер Лебедев Андрей И Леша Татаринцев Замечательный тенор Получили маски Вот Значит Мы идем В правильном направлении Я даже не заметил Как прошло 4 года С того момента Как я стал Директором Этого Театра Мой принцип Самое главное Чтобы певцы И артисты Чувствовали себя Максимально Раскованно Комфортно Чтобы им было Легко Я их всегда Практически Отпускаю На их Собственные Какие-то выступления Гастроли То есть Вы не держите На коротком поводке Потому что я считаю Что они после этих гастролей Приезжают Подпитанными Эмоционально И вы же Это можете Использовать Да Это очень мудрое Такое решение И постановка вопроса Я поняла Почему Потому что Действительно Потомственная семья И вы уже За искусство С точки зрения Искусства А не каких-то там Вещей Это дорогого стоит Это действительно Мое вам уважение Спасибо большое Приходите к нам еще И зовем Конечно На концерты Которые состоятся В скором времени Тенора 21 века ДК Горького 15 и 16 Если я ничего не путаю Две программы Две разных Взрослая И в общем Не взрослая Детская Приходите Получайте удовольствие Спасибо вам Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому